Штурмовая винтовка «Стоунер-63» Система стрелкового оружия «Стоунер-63» была разработана Юджином Стонером после его ухода из компании «Армолита» и реализована в металле в 1963 году американской корпорацией «Кадиллак Гэйдж». Система стрелкового оружия «Стоунер-63» была рассчитана под патрон 5,56 на 45 мм и была построена на основе более ранней системы «Стоунер-62» калибра 7,62 мм НАТО. Основной концепцией системы «Стоунер-63» являлась полная модульность, обеспечивающая быструю реконфигурацию оружия для исполнения самых разных тактических задач штурмовой винтовки, укороченного карабина, ручного пулемета. Образцы оружия, созданные из компонентов системы «Стоунер-63» проходили тестирование в войсках США в середине 1960-х годов под обозначениями XM-22 «Штурмовая винтовка», XM-23 «Автоматический карабин», XM-207 «Ручной пулемет с ленточным питанием». Ни один из перечисленных образцов на вооружение так и не был принят. Только ВМФ США в конце 1960-х закупили для своих сил специального назначения некоторое количество ручных пулеметов «Стоунер-63А» с ленточным питанием и использовали их в ходе войны во Вьетнаме под обозначением МК-23 модель 0. Общее количество оружия систем «Стоунер-63» и «Стоунер-63А», произведенного с 1963 по 1971 годы, когда производство было завершено, составляет примерно 3500-4000 единиц. Опыт армейских испытаний, а особенно эксплуатации системы «Стоунер-63А» во Вьетнаме, показал высокую требовательность этого оружия к качеству ухода и обслуживания, что в сочетании с прочими особенностями, и определило коммерческий неуспех данного проекта. Основной особенностью системы «Стоунер-63» является полная модульность конструкции. Всего в комплекс «Стоунер-63» входят чуть менее 20 основных компонентов, позволяющих на основании единого центрального модуля ствольной коробки собирать в полевых условиях самые разные образцы оружия. Достигнуто это было путем использования быстросменных стволов, отъемных модулей ударно-спускового механизма в сборе с пистолетной рукояткой, отъемных модулей питания патронами, обеспечивающих подачу патронов из коробчатых магазинов или патронных лент, модулей прицелов различных типов. Такая гибкость позволила бы, в случае принятия этой системы на вооружение, использовать для оснащения пехоты фактически единый образец оружия со взаимозаменяемыми деталями, единой схемой обслуживания. Такой подход изрядно упрощает логистическое обслуживание пехотных подразделений. Однако платой за это оказывается несколько выросшая масса оружия по сравнению с узкоспециализированными образцами, а также потенциально несколько меньшая надежность за счет увеличения числа компонент и отъемных узлов в каждом образце по сравнению со специализированными моделями оружия. В этом смысле система Стоунер-63 опередила свое время на добрые 15 лет, так как первая массовая модульная система стрелкового оружия была поставлена на вооружение в Австрии только в 1977 году. Интересно, что в 1999 году, уже после смерти Юджина Стоунера, концепция и общая конструкция его системы Стоунер-63 были снова извлечены на свет божий небольшой американской компанией Robinson Armament Co., создавшей на базе конструкции Стоунер-63 свою систему стрелкового оружия Robarm M96. Концептуально и компоновочно эта система повторяет идею модульности, заложенную с тонером в начале 1960-х и отличается главным образом тем, что разработана для продажи на гражданском рынке, а потому исключает возможность введения автоматического огня и не предусматривает ленточного питания. Тем не менее, уже в 2002 году компания Robinson Armament выпустила вариант М96 под названием RAV-02, предназначенный для продажи военным и полицейским силам и имеющий режим огня очередями, то есть являющийся полноценной штурмовой винтовкой. Этот вариант оснащен направляющими типа Пикатинни для крепления оптики и аксессуаров на ствольной коробке и цевьё и предлагается сразу в трёх калибрах 5,56х45 мм НАТО, 7,62х39 мм и 5,45х39 мм. Причём в последних случаях RAV-02 использует стандартные магазины от автоматов Калашникова АКМ и АК-74 соответственно. Основу всех вариантов оружия системы Stoner 63 составляла единая ствольная коробка с находящимся в ней узлом запирания и газоотводным механизмом. Запирание осуществлялось за казённую часть ствола поворотом затвора на семь боевых упоров. Газоотводный механизм имел длинный рабочий ход газового поршня. В варианте штурмовой винтовки и карабина ствольная коробка располагалась так, что газоотводный узел находился над стволом, во всех вариантах пулемётов ствольная коробка переворачивалась вверх дном и газоотводный узел оказывался под стволом. Ствольная коробка была выполнена штамповка из стального листа и имела крепежные места для всех остальных элементов оружия в виде проушин, в которые вставлялись поперечные соединительные штифты. Рукоятка заряжания на оружии серии Stoner 63 крепилась на затворной раме справа, а на модифицированном оружии серии Stoner 63А на штоке газового поршня и выступала из кожуха поршня вверх или вниз, на винтовке и карабине или пулеметах соответственно. Возвратная пружина во всех вариантах располагалась в ствольной коробке позади штока газового поршня. Узел питания патронами крепился к дну ствольной коробки, то есть всегда находился относительно ствола с той же стороны, что и газоотводный узел. Узел питания мог выполняться либо в виде приемника для коробчатых двухрядных магазинов емкостью в 30 патронов, либо в виде лентоприемника для рассыпной патронной ленты. Узел питания крепился к ствольной коробке за переднюю пару проушин. В задней части ствольной коробки симметрично относительно горизонтальной плоскости оружия располагались еще два одинаковых комплекта проушин, на которых крепились модуль ударно-спускового механизма с пистолетной рукояткой и модуль прицела. В вариантах винтовки и автомата модуль ударно-спускового механизма крепился снизу, то есть с той же стороны ствольной коробки, что и приемник магазинов. При этом модуль ударно-спускового механизма включал в себя курковый ударно-спусковой механизм и обеспечивал стрельбу только с закрытого затвора. В варианте пулеметов на ствольную коробку устанавливался другой модуль ударно-спускового механизма, имевший упрощенную конструкцию с шепталом, напрямую взаимодействующим с вырезом на штоке газового поршня и тем самым обеспечивающим стрельбу с открытого затвора. Винтовочный ударно-спусковой механизм обеспечивал два режима огня, одиночные выстрелы и автоматический. На оружии Стоунер-63 переводчик огня выполнял также и роль предохранителя и располагался слева на корпусе ударно-спускового механизма. На усовершенствованной системе Стоунер-63А предохранитель был выполнен отдельной деталью, расположенной в передней части спусковой скобы перед спусковым крючком. Прицельный узел включал в себя мушку, установленную на стволе в соответствии с назначением этого ствола. На стволах для варианта ручного пулемета с верхним магазинным питанием мушка была смещена влево относительно оси ствола. Задний прицельный блок устанавливался в задней части ствольной коробки и включал диоптрический целик с регулировкой по дальности и углу места или открытый пулеметный прицел. Оружие системы Стоунер-63 имело пластиковые пистолетные рукоятки управления огнем и приклады различной конструкции, фиксированные или складные вбок-вправо, пластиковые, либо складные вниз металлические. В варианте карабина приклад по типу автомата Калашникова. В варианте винтовки оружие Стоунер-63 могло комплектоваться штык-ножом, а в варианте пулеметов складной сошкой и переходником для крепления к пехотному станку треноги М122 от единого пулемета М60. Друзья, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии под видео, это мне помогает совершенствовать свой канал и находить более подходящую для вас информацию.